Всем привет! Вы на канале Джесс Лайф Пэтс и у меня супер классные новости. Во-первых, тоже лайм они сейчас летают и наконец-то они начали садиться на палочку. Вот, да, да лаймочка, это ваша палочка, она только что ее грызла, грызла этот вот краешек и это меня очень радует, потому что теперь они здесь чем заниматься, они не будут просто сидеть и смотреть друг на друга, они будут грызть палочку, по ней лазить. Да, да лайма? Такая девка у нас классная. Вот, вторая новость. Смотрите. Ты где? Ты где? Вот ты где. Иди сюда. Это улитенок от наших улиток больших. Вот. И он приехал и будет жить с нашим единорожком. Почему? Потому что единорожек живет один, ему скучно и я решила ему пару добавить нашего двурожка. Единорожек, кстати, подрос. Смотрите, какой он уже перестал. Я его только что отцепила просто от еды и он спрятался. Извини. Я знаю, что это два разные вида улиток, но у них не будет детей. Я к единорожку не могу подсадить тоже имакуляту, потому что они тогда начнут спариваться, ну, когда они подрастут. А единорожек, он, он же уже, ну, как бы, не подходит для этого дела, для размножения, потому что у него уже генетические изменения, у него один рожек, кто не знает. То есть это освидетельствует о том, что, ну, не все в порядке с генами. Поэтому я посажу ему в пару рейтика. Может быть, это не совсем, как бы, правильно считается, но я буду наблюдать. Если у них никаких покусов, там, истерик не будет, то все оставим как есть. Если будет, тогда рассажу их, посажу этого к родителям. Вот. У них тут кабачок. Сейчас я этот единорожек связала весь кольцесмесь всю за ночь и чуть-чуть погрыз. Это Маша ему уложила вчера большой кусок кабачка. Обычно я кладу меньше. Вот. А Маша решила положить вот такой. Я переложу сюда мох, который был в контейнере у рейтика. Вот. И посажу на него рейтика, чтобы он первое время побыл в своей, как бы, обстановке, в своем мхе, со своими всеми этими запахами, там, не знаю, что они ощущают. И у него адаптация прошла спокойнее. Он только что с дороги, поэтому он, конечно же, спрятанный, но я думаю, он вот-вот вылезет. А ты? Ты чего спрятанный? Ты-то не с дороги? Они вечером вылазят гулять. А днем спят все улиточки. Так что вот такие у нас новости. Я очень рада за единорожка, потому что я все время за него переживала, что он один в этом контейнере. Думаю, блин, ну ему там, наверное, скучно. Ну, как-то мне предлагали в пару ему взять такую же улиточку эмакулята, но я понимаю, что это нельзя так делать сейчас именно с этим единорожком, потому что у него не все хорошо с генами. Ну, можно было бы потом морозить эти кладки, но все равно я бы не хотела лишний раз вот этого вот всего допускать. Вдруг что-то пропущу, где-то не успею, они вылупятся. Мне так уже было. Не хочу больше. Вот. Тоже слаймы зависли, им жарко, они там сидят и особо не двигаются, потому что, видимо, жарко. Включу чуть-чуть кондиционер. И еще меня спрашивают часто на канале Вы, Виктория, где вы делали улиточки. Почему мы их не видим по квартире? Потому что я что хожу по квартире, мы там снимаем с Машей. Так вот, улиточки у меня в шкафу. Им там не душно, им там не жарко, им там очень даже комфортно. Кстати, в коридоре здесь у нас прохладнее, чем в этом самом, чем в комнате. Вот. Поэтому они себя тут чувствуют замечательно. Свет улиткам не нужен. Не вижу вообще проблемы в том, что улитки находятся в шкафу. Потому что там писали, что ну да, конечно, им воздух не нужен и так далее. Во-первых, здесь есть воздух, потому что он неплотно прям закрыт этот шкаф. Ну, это вот такие себе двери. Там, конечно же, есть воздух и контейнеры с вентиляцией. Все в порядке. Так что вообще не вижу проблемы. Улитки активны и чувствуют себя хорошо. Так что не переживайте. Все под контролем. Все класс! Улыбнись! Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал JazzLifePets и нажми на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok